И прямо сейчас один из них, девушка, которая стоит по правую руку от меня, это директор пиар-агентства PR Partner Инна Анисимова, которая прочитает лекцию на тему управления репутацией и пиар. Я, с вашего позволения, отправлюсь в первый ряд и буду внимательно вас слушать. Спасибо. Спасибо. Коллеги, всем привет. Надеюсь, что мое выступление будет для вас максимально полезным. Я работаю в маркетинге, в пиар 15 лет. И мы продвигаем Estima Keramica и многие другие компании. Поэтому я надеюсь, что сегодня смогу поделиться с вами опытом. Если будут вопросы, то тоже с радостью на них буду вам отвечать. С чего начну? Начну, наверное, немножко попробую с кликером поработать. Немножко расскажу о том, какие бывают коммуникации, с какими целевыми аудиториями можем работать. Но самое главное, что любой собственник, любой, кто начинает заниматься продвижением, должен ответить себе на вопрос «Зачем?». Зачем ему это надо? У нас с вами есть достаточно много в России монополистов, которым никакое продвижение не надо. У них и так все будет замечательно с продажами. Когда к нам приходят клиенты и спрашивают, что вот я хочу продвигаться, мы всегда задаем такой вопрос «Зачем?». Какая у тебя есть боль? То есть, например, хочу привлечь самых крутых сотрудников себе, самых талантливых, те, кто реально умеют, например, продавать. Хочу привлечь к себе самых классных сотрудников, которые умеют рисовать, которые умеют обслуживать клиентов. Окей, понятно. Хорошая, понятная боль, хорошая задача. Просто так делать продвижение, просто так заниматься своим имиджем нет смысла. То есть всегда должна быть бизнес-задача. Если, к примеру, приходит дизайнер, говорит, я хочу получить больше клиентов. Это классная задача, с ней можно работать. Когда приходит компания и говорит, что я хочу просто там, ну, какие-то статьи там пописать, какие-то там инстаграм повести, да, ты спрашиваешь, зачем? Он говорит, ну, не знаю, просто у всех есть, я тоже хочу. Вот это плохая задача, да, потому что просто это будет слив бюджета не для чего. То есть первое, что должна понимать компания, которая решает вкладываться в маркетинг, продвижение, зачем ей это надо и что она хочет от этого получить. Исходя из этого уже мы строим KPI, да, KPI Performance Indicators. То есть мы понимаем, что мы хотим получить, и тогда мы можем выстроить классное продвижение. Если мы не понимаем, что мы хотим получить, то лучше свои деньги, ну, хранить в другом месте, да, не в маркетинг кладывать, а в банк, например, да, тогда там все будет хорошо. Первое. Бизнес-цели. Какие у нас бизнес-цели могут быть? Например, наладить отношения с чиновниками, получить госконтракт. Вполне себе хорошая бизнес-цель, нормальная. Второе. Привлечь больше клиентов, привлечь инвестора. Не хватает денег, чтобы раскрутиться. Привлечь инвестора – тоже хорошая бизнес-цель, с ней можно работать. Хочу привлечь классных сотрудников – тоже хорошая бизнес-цель. То есть мы смотрим, какие у нас есть бизнес-задачи. Я сегодня в основном буду рассказывать про пиар. Пиар – это бесплатные коммуникации, бесплатные публикации для вашей компании или если вы дизайнер, для дизайнера. Если у вас, например, дизайн-бюро, как больше получить публикации в глянцевых медиа, в деловых медиа. Если вы компания, вы застройщик, как больше получить публикации в деловых медиа, в СМИ о недвижимости. Что здесь важно понимать? Мы не платим за пиар публикации. Почему? Потому что у нас есть контент. Если мы хотим сделать публикации неинтересные, скучные, мы хотим показать своего топ-менеджера. Допустим, сидит наш топ, вот так ручки сложил, и мы делаем публикацию. Сложа ручки, не сидим. И дальше что-нибудь про стратегию компании. Ну такая скучная стандартная публикация. Куда топ эту публикацию денет? Он только маме может показать. Если у него и жена, ему повезло, он может показать жене. Больше такая публикация ни для чего не нужна. Такие публикации делать не надо. Когда мы говорим о бесплатных публикациях, мы говорим о публикациях, которые интересны целевой аудитории. Целевая аудитория – это кто? Кто эти СМИ читает? Ну и, соответственно, это могут быть инвесторы, это могут быть другие дизайнеры, которые являются вам конкурентами, но с помощью которых вы можете продать свои услуги. Это могут быть ваши партнеры по рынку, которые тоже влияют на вас, на ваши продажи. Соответственно, здесь нужно себе задать вопрос такой, какие СМИ мне нужны? Когда мы говорим о media relations, какие медиа мне нужны, какие медиа решают мои бизнес-задачи? Деловые СМИ решают мои бизнес-задачи? Либо это глянец решает бизнес-задачи? Ну и по поводу глянца такая вот такая ремарка, такое отступление. Поднимите руки те, кто считает, что глянец – это не очень хорошие медиа, это так, ну, для девочек там, для отдыха, да? Ну вот есть у нас такие. На самом деле у глянца очень хорошие охваты. То есть если мы посмотрим на медиа, я когда своих клиентов спрашиваю, говорю, слушай, ты что с утра до вечера читаешь? Мужчины обычно делают такой серьезный вид и говорят, ну, я там Forbes, РБК, там, я говорю, да, да, газета РУ, там, вот это вот все, там, лента РУ, там, ну, что там у вас еще есть, вот это все деловое, все читаю. Я говорю, отлично, то есть men's health нет, да? Он такой, не, не, men's health нет. У девушек спрашиваешь, да, они говорят, ну, я там с утра до вечера Forbes woman, там, да, РБК опять там, да, вот с утра до вечера РБК-ТВ смотрю, как там, что там, доллар, что там с ним происходит, да? Я говорю, отлично, то есть космо не читаешь? Он говорит, не, не, космо, эль, и дальше говорит, космо, эль, мэри-клэр, вот это все нет, это я все не читаю. Я говорю, хорошо, понятно. Эль-декор? Не, эль-декор не читаю. Я говорю, хорошо, ну, давайте посмотрим на тиражи. У ведомостей тираж 75 тысяч экземпляров. Даже если мы себе представим с вами, что у нас каждый второй, это наша целевая аудитория в ведомостях, это 37 с половиной тысяч человек, да? Если мы себе представим, что у нас с вами есть журнал Cosmopolitan, у которого подтвержденный тираж более миллиона, и наша целевая аудитория всего лишь составляет там 10%, да? Согласитесь, это такое нормальное представление, не 50%, а всего лишь 10%, то наша целевая аудитория – это уже 100 тысяч человек. Поэтому про глянца мы не забываем, с глянцем мы работаем. Я прям всем советую работать с глянцем. Это хорошее дело и хорошо очень работает на продаже. Зачем у нас СМИ берут наши материалы бесплатно? С какой целью? Потому что им надо о чем-то писать. Они не могут с утра до вечера ставить фотографии вот этих сложа ручки не сидим, да? Им надо как-то развлекать, поддерживать свой тираж. Поэтому они берут материалы бесплатно. Что мы можем дать? По сути, можем дать только две вещи. Первая вещь. Мы можем СМИ с вами дать контент интересный в плане цифр. Цифры, факты, аналитика, тенденции, тренды. И второе, что мы можем дать СМИ, да? Вторая вещь – это красивые картинки и истории. Персонализация. Когда мы домой приходим, я надеюсь, что вы все нормальные люди, когда я прихожу домой в семью, у меня муж, трое детей, я им не рассказываю, слушай, целый день сидела, такой был интересный в Excel бюджет, вот там Е1, Е3 сводила, вот прям ебидо хорошо сошлась, очень интересно было, целый день так провела. Я рассказываю, да, мужу, слушай, представь, вчера встретила Машу, ты помнишь, она в Космо работала? Он говорит, ну да. А представляешь, она второй раз уже развелась, и так интересно, сейчас новый дом купила по Новорижскому шоссе, строит дом, вот использует там такие интересные у нее материалы, купила себе ванну, а представляешь, ванну можно рыбок запустить. И говорю, она мне свои фотки показывала прям в Инстаграме, так интересно, ну как бы, да. Вот я надеюсь, что вы ко второму типу людей относитесь и друг к другу рассказываете какие-то прикольные, интересные истории, а не про ебидо, да, и про Excel. Ну потому что если вы жене все время будете про ебидо и про Excel рассказывать, жена рано или поздно куда-нибудь намылится. Ну если особенно ебидо не очень, да, то тогда да, точно намылится. Поэтому глянец у нас любит картинки. Ну отсюда вывод. Хотим быть в глянце, делаем картинки, делаем классные, веселые истории. И если есть, допустим, у нас какие-нибудь селебрити, с которыми мы работаем, особенно хорошо. Для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы сделать пиар-стратегию, сделать план, что надо сделать, надо задать себе вопрос, что я умею делать хорошо, сделать свод-анализ. Какие у меня сильные, слабые стороны. Если у нас топ-менеджер, например, боится выступать, жует свой галстук, не надо его на ТВ пихать, ну потому что ему там будет страшно. Если у нас топ-менеджер страшненький, например, да, 62-го размера, не надо его в глянец пихать в раздел фитнес и показывать, какой он классный, как он давно не занимался спортом. То есть мы смотрим сообразно тому, что у компании есть. Не надо пиар-стратегию с других компаний на себя примеривать. Например, недавно к вам приходит клиент и говорит, Тина Канделаки, так классно пиарится, я так же хочу. Я говорю, ты давно видел себя в зеркало? Где Тина и где ты? Давай как бы оценивать себя реально. Другой приходит, говорит, я вот на застройщика посмотрел, такой классный застройщик, 25 лет на рынке, но у меня там один магазин, вот тоже на рынке один магазин у меня. Вот и я хочу как-то тоже пиариться. Я говорю, давай, вот какие у тебя бизнес-задачи, что тебе нужно? Для того, чтобы магазин на рынке пиарить, это не то же самое, что застройщика вести, который 25 лет тоже на рынке, но на другом. Поэтому на пиар-стратегии мы обращаем внимание на наших конкурентов и ставим себе цели в цифрах и в задачах. Сейчас покажу, как это делать. Прям расскажу. Вот такой вот делаем себе алгоритм пиар-планирования. Прям рисуем себе, что будем делать. Когда вы нанимаете маркетологов, кто-нибудь из вас работал с маркетологами, кто-нибудь является маркетологом здесь. Если вдруг вам не повезло и вы собственник, и вам приходится маркетологов нанимать, то нужно им задать такой вопрос. Смотри, ты мне что гарантируешь? Ты мне гарантируешь лиды? Ты гарантируешь, что твои публикации прочитают и к тебе придут? Я вот здесь рисую такой план. Это что? Что за план? По месяцам, что мы делаем и какие у нас есть инструменты. То есть что конкретно будем делать? Пресс-релиз. Пресс-релиз – это новость в СМИ будем отправлять. Интервью будем делать с топ-менеджером. Будем мониторинг делать, линии консультирования вести. Мониторинг там, где что, кто как продает. Линии консультирования. Консультировать наших потенциальных, как им классно ванну, например, керамогранитом, эстимо-керамикой обставить. То есть такие вещи. И мы с вами прям прописываем конкретный план, и мы знаем, что, когда у нас будет реализовано. В чем здесь фишка? В том, что вот здесь написаны конкретные цифры. Когда я этот план показываю, собственник мне обычно спрашивает, в какой период такой план реально реализовать. Я говорю, если ты берешь маркетолога-дуера, ну того, кому не просто на попе надо сидеть ровно и чай пить, а того человека, который реально будет работать. Он вот такой план нарисованный может реализовать за три рабочих дня. Ну вот по каждому, да, октябре, ноябре, декабре и так далее. За три рабочих дня. Но почему мы пишем месяц? Потому что, как правило, мы не знаем, да, когда мы начинаем, стартуем, мы не знаем, с чего нам начать. Мы не знаем, получится, не получится. Например, хотим мы Инстаграм продвигать. У нас коллаборации с блогерами. Мы как дизайнеры с вами не знаем, как они пойдут, да. Захотят блогеры денег? Не захотят. Поэтому мы делаем минимум, пишем себе минимум. Потом, сообразно тому, что мы делаем, мы этот план можем подкорректировать, поправить. Но здесь главное, чтобы уметь такое окаянство, да, все-таки не минимум делать, а как бы больше, больше и больше. В чем здесь фишка? Фишка надо считать часы. То есть когда вы маркетолога нанимаете, считаете часы, что он реально у вас делает. Нанимаете пиарщика, что он реально делает, каким он СМИ звонит. Мы, например, в пиар-агентстве пиар-партнер, где я работаю, у нас внедрена IP-телефония. Очень удобная штука, честно скажу. Всем, у кого есть агентство, всем, у кого есть люди, которые продажами занимаются, прям советую использовать IP-телефония. Когда мне, например, пиарщик начинает рассказывать, что клиента не берут деловые СМИ, там, Эль Декор его не хочет глянец, да, или РБК его не хочет деловой СМИ, я ему говорю, пришли мне, пожалуйста, 10 звонков. Как ты звонил в деловые СМИ? Как ты представлял клиента? И почему его не взяли на бесплатной основе? Почему его не взяли? Знаете, что дальше происходит? Оказывается, что, например, из этих 10 звонков он сделал 2. 2 журналиста ему сказали нет, клиент неинтересен, дальше он перестал звонить. Поэтому IP-телефония наше все очень быстро решает все вообще вопросы и задачи. Кстати, если вдруг кто-то у вас продажами занимается, тоже рекомендую послушать звонки своих продажников, посмотреть, что они там реально продают, как они кому звонят. И вообще звонят они клиентам или нет. Я советую всем сделать такой список СМИ, список СМИ мечты. У нас в агентстве в пиар-партнере есть такая шутка, что у всех клиентов в плане деловых СМИ есть такой золотой треугольник. Как золотой треугольник есть в недвижимости, так же есть золотой треугольник в СМИ. Это коммерсант, ведомость и РБК. Иногда РБК меняется на Forbes. Это то, куда все хотят. Когда клиента спрашиваешь, куда ты хочешь, говорит, я хочу в Forbes. Говорит, у тебя есть цифры для Forbes? Нет, у меня нет цифр для Forbes. У меня есть моя розовая рубашка, но я хочу в Forbes. Да? Вот. Ну, как бы, да, такое, да, интересно. Когда ты говоришь, что хочешь в Forbes, отлично, дай цифры, дай факты, Forbes тебя возьмет. Делаем список СМИ. Список СМИ первое, да, золотые СМИ, куда мы хотим попасть. Ну, кто платину любит вкладываться, платину мой себе делает. Второе, значит, серебряные СМИ и медные, да. То есть те СМИ по убыванию. Самые главные, потом второстепенные и такие nice to have, но не обязательно. И дальше вы эти СМИ, начинаете с ними работать, начинаете их прозванивать, представлять себя. Что важно? Когда мы представляем себя, мы обязательно делаем пресс-кит. Пресс-кит – это где есть описание вашей компании, чем ваша компания занимается, что вы можете дать журналистам, фотографии ваших топ-менеджеров, биографии. У меня один топ говорит, слушай, я вот как бы хочу в СМИ выходить с интервью, да, но так, чтобы со мной никто не разговаривал, и фотографий моих тоже не было. Ну, и имя желательно тоже не светить. Я говорю, ты себе как это представляешь? Как бы любое СМИ открываем, да, там есть топы, должны быть говорящие головы, говорящие лица. Если у вас есть топ-менеджер, который говорит, если есть дизайнер, который говорит, вам гораздо проще на страницы СМИ попасть. Нет такого человека, вам попасть тяжелее, потому что, ну, кто будет говорить? Кто будет рассказывать? Я сделал этот дизайн, я использовал там плитку, если макерамика, да, например, в этом дизайне. Некого, некого поставить, значит, ну, ничего не получится. Второе. Надо общаться с журналистами, надо с ними встречаться. Например, у нас есть такой формат, это медиаспиддейтинг, быстрая встреча с журналистами. Мы придумали специально для компаний, у которых, ну, скажем, бюджет ограничен, и они четко смотрят, да, что все вложения приносили деньги. Что это за формат? Мы собираем 10 журналистов и 10 компаний, и делаем их быстрые встречи. Они друг с другом встречаются и общаются. Каждая компания по 5 минут общается с каждым журналистом, перемещаются по столикам и общаются. В чем здесь фишка? Вы за 5 минут можете рассказать о себе. И если вы реально крутой дизайнер, если у вас хорошая студия, если вы хороший производитель, то журналисты заинтересуются, потом к вам обратятся. Вот недавно мы делали медиаспиддейтинг в марте, у нас был офигенный просто эффект. Одна девушка рассказывала о себе, у нее консалтинговый бизнес, и она получила 10 публикаций из 10. То есть 10 журналистов было на мероприятии, там генеральный директор ведомости, коммерсант РБК, и 10 о ней готовы написать. Ну, мне кажется, вообще просто супер. Другой плохой пример, да, сейчас расскажу, уже всегда говорят, агентство, пиар-партнер, когда рассказы, все время хорошие примеры приводят. Я и плохие тоже люблю приводить. Например, другая у нас пришла, руководительница производственной компании производит обои. И, значит, она, вместо того, чтобы рассказывать про то, как у нее классный обойный бизнес, но она из Китая возит, а она стала рассказывать про то, как я неудачно была замужем три раза. Да, журналистам это зачем? Я говорю, у тебя РБК сидит в ведомости, им про твои замужества вообще неинтересно. Зачем ты это рассказываешь? Он говорит, ну вот как-то так, так-то так случилось, меня понесло, и вот меня так 10 раз несло, и всем 10 журналистам я рассказала. Я говорю, или у тебя была цель замуж выйти? Говорю, ты как бы, ну как, это девочки, да, вот журналисты в основном девочки. Говорю, зачем это все им рассказывала? Медиа спиддейтинг. И к журналистам надо встречаться. Если, например, вас не знают как дизайнера, вашу студию не знают, вас как производителя не знают, сделайте следующее. Каждый четверг берите одного журналиста и встречайтесь с ним во время завтрака. Одного. Прямо звоните ему, говорите, здрасте, там я Маша Пупкина, да, очень хочу встретиться, хочу рассказать вам, какие тренды есть на рынке по вашей теме. Как правило, когда журналиста не заставляют писать, он с удовольствием встречается. И делайте с ним такой завтрак, да, полчаса просто завтракайте, общайтесь о том о сём, такой small talk, и полчаса по делу. Вот любой руководитель компании раз в неделю вполне себе время выделит. У нас в году 52 недели. Даже если вы, к примеру, вам повезло, вы жена олигарха, и три месяца отдыхаете, все равно у вас 40 недель остается. 40 недель остается, 40 журналистов целевых вас будут знать, если вы нормально с ними встретитесь и покажете себя, улыбнетесь им, расскажете, что у вас за бизнес. Вот очень простая штука, встречаться нужно. Это как мне один руководитель говорит, слушай, Аин, всё классно, но я встречаться с ними не хочу, потому что я стесняюсь, то и сё. Я говорю, представь, у тебя есть друг, да, вот ты с ним дружишь со школы, там вы регулярно ходите в баню, а тут ты ему говоришь, слушай, я не больше с тобой дружить, ну как бы мы дружим, да, но я встречаться с тобой не буду, с днем рождения твоих детей поздравлять жену не буду, звонить по телефону тебе не буду, а теперь вопрос, что вы ему хотите потом после этого продать? Ну, наверное, ничего, потому что как только вы перестали общаться с журналистами лично, они о вас забыли, потому что у них много других есть друзей, с которыми есть время встретиться. Ещё хочу что рассказать. Ну, какие-то вещи просто пропускаю, потому что я опоздала, и не всё буду рассказывать. Важно, да, топ-менеджерам надо не стесняться делать фотосессии. Очень важно красивые картинки иметь. Вот как для Инстаграма, да, все ведут, обязательно надо красивые там делать картинки, селфи и так далее. То же самое важно и для жизни. У нас многие считают, что вот 20 лет назад, когда мне было там 30 или там 40, я нормально выглядел, я сделал фотосессию, теперь её буду использовать. Ничего, что мне уже 60, да, я полысел, постарел, мне всё равно нормальное фото, мне нравится то, на паспорте оно красивое было. Мне кажется, вообще девушки, вот если бы им разрешили паспорт не менять 40 лет, они бы не меняли, или сколько там, 45 меняют сейчас, да, вот, они бы не меняли, они бы прошлый просто использовали, и всё было бы нормально. И доказывали бы пограничникам, что это я. Ну, ничего, что я не похожа, но ничего, всё равно это я. Фотосессии надо делать. Кому интересно, можете мне написать, вот, да, на адрес, сфотографировать, и я вам пришлю чек-лист для фотосессии, какие должны быть фотки у компании, чтобы её брали в деловые СМИ. Здесь хочу показать несколько публикаций, как это может выглядеть, да, в лайфстайл-изданиях. Например, там пентхаусы по проекту дизайнера, публикации в доме, здесь, в салоне, то есть, ну, просто примеры, да. Допустим, мы работали с Баркли, делали презентацию авторских пентхаусов в Баркли Гэллери, 50 журналистов пригласили, 25 публикаций вышло. Картиночки красивые, да, то есть заранее всё сделано. Всё красиво, всё удобно, всё красиво, и поэтому журналисты берут. Или, например, факты, цифры. Вот Алла Цитович, она раньше работала в финансовой сфере, сейчас делает свою сеть коливингов. Опять же, у неё есть цифры-факты, журналистам она нравится, потому что она их раскрывает. Открывает данные, поэтому и инвесторов легко находит, и, в общем-то, СМИ тоже её любят. Здесь примеры тоже. Если, например, топ-менеджер не очень хочет раскрывать всю подноготную компанию, но хочет попасть в деловые СМИ. Какой ещё есть способ? Хобби. Если есть интересные хобби, тоже можно пойти в глянец, например, и в деловые СМИ. Здесь что мы видим? Ну, первое. Здесь топ-менеджер корпорации Баркли рассказывает про свою любовь к мотоциклам, да? Как бы такое глянцевое, ну, лёгкое такое СМИ. Это ведомости, как потратить. Это приложение к ведомостям. То есть читает та же самая целевая, но, тем не менее, такой лёгкий материал. А второй материал – это ведомости, это уже деловое СМИ, да? У нас полностью такое нелёгкое уже. И здесь президент Вейнбридж рассказывает про то, что, как он видит вообще, как будет рынок развиваться, и про свою компанию. Две полосы. Абсолютно бесплатные публикации. Почему? Потому что есть интересный контент. Топ-менеджер подготовился, сделал свою биографию, да? Готов встречаться с журналистом. Делайте так же, будет вам счастье. Когда мне говорят, а давайте мы на платной основе им дадим, я говорю, ну, давайте, мы на платной тоже можем дать, но тогда стоимость, да? Стоимость в ведомостях – полтора миллиона рублей. Как бы все хотят за каждую статью полтора миллиона платить. Я думаю, желающих немного. Не хотите платить по полтора миллиона? Готовьтесь, чтобы делать бесплатные публикации. Давайте как бы чем-то, какой-то информацией интересно делиться. И хочу отдельно рассказать про работу с блогерами. Сейчас у нас что с рынком СМИ происходит? Рынок СМИ схлапывается, и у нас каждая компания, каждая структура, дизайнер превращается в сам себе медиа, да? То есть нас, например, мы открываем с вами Инстаграм, читаем кого-то, нам этот человек нравится, мы ему потом делаем заказ. Мы знаем, допустим, что Маш хорошо делает дизайны, ну, к примеру, домов, да? Мы к ней обращаемся, потому что она в этом поднаторела. Соответственно, у нас сам человек сам становится средством массовой информации, сам становится журналом, сам становится журналистом. Для того, чтобы у нас вести, как нам в блогах продвигаться, если мы говорим с вами о таких блогах, ну, о России, то самые такие с точки зрения денег, интересные блоги, это, конечно же, ну, все соцсети, да? Это Инстаграм и Фейсбук. Оттуда приходит больше всего денежных клиентов. Там также важен контент и важны фото. То есть делаем две вещи, фото и контент. Инстаграм. В сторис выкладываем регулярно, прямые эфиры ведем и каждый день обновляем контент. Когда мне некоторые говорят, у нас мы за 20 тысяч наняли фрилансера, и он у нас все ведет, и что-то у нас продаж нету. Я говорю, ну, потому что понятно, почему, потому что вы наняли с 20 тысяч рублей. У нас с вами органический трафик в Фейсбуке, в Инстаграме, это сейчас одна контора, составляет 2%. То есть если у меня 10 тысяч друзей, только 2% увидят мои публикации бесплатно. Если я хочу зарабатывать, мне нужно заплатить рекламу, заплатить за рекламу, и тогда мои публикации увидят мои же друзья. Это нонсенс, да? Но это так. Например, в Фейсбук трафик отрезает. Другое дело, если какой-то вирусняк, идиот, да, какой-то вирусный эффект набирает ваше видео, там будет больше. Почему так сторис популярны? Почему прямые эфиры в Инстаграме популярны? Там сейчас органический трафик больше от 20 до 40%, поэтому еще можно использовать. Но тоже не советую идти в соцсети, если нет стратегии. Вот если вот такой вот план, как я вам показывала, да, сегодня, если вы такой план не готовы сделать по соцсетям, о чем будете писать, как будете писать, не можете контент-план нарисовать, какие фото будете использовать, то лучше даже не начинать. Я сейчас смотрю вот на рынке, ну, на нашем рынке с вами, да, очень много таких вот заброшенных аккаунтов, несчастных. Там кто-то какую-то корпоративную новость поставил, там раз в месяц ставит, ну, там грустно, там все сотрудники полайкали, и все. Вот, ну, зачем делать вот такие вот сущности без надобности, да? Клиенты на это смотрят, думают, боже, как все грустно, да, боже мой, зачем это вообще, зачем это? А клиенты это не читают. То есть клиентам должно быть весело, когда клиенты улыбаются, когда им весело, они с большей радостью тратят деньги. Вот на всех бизнесах это замечено. Поэтому делайте какие-то прикольные фото, делайте селфи, делайте видео. И ищите, обязательно ищите тех блогеров, с которыми вы можете интегрироваться, у кого у вас с ними общая целевая аудитория. Допустим, вы дизайнер. Какая у вас может быть… Вы дизайнер, но вы занимаетесь именно декоратор, да? Вы ремонтами не занимаетесь, только декорируете. Найдите кого-то, кто ремонтами занимается, с ним объединитесь, поменяйте целевыми аудиториями. Друг о друге расскажите. Мне вот очень нравится сейчас одна… Ну, я читаю аккаунт Дома Фарфора. Они взяли там салонами красоты и сделали интеграцию. Ну, то есть так интересно у них получается. Фарфор, смени Дома Фарфор, фарфор как стиль жизни. Ну, забавно, интересно. Поэтому с блогером обязательно надо работать. Но здесь по системной это я пропущу все, это тоже пропущу. Да, здесь важно что? Что работа со сменой должна быть системной, вы не должны останавливаться. То есть не должно быть такого спорадически нанял себе пиарщика или нанял себе блога, блогера, да, инстаграмщика нанял, один раз что-то месяц поделал, поделал, потом такой, ой, ну все, Маш, теперь, значит, все. Теперь, значит, снова вари кофе, как и раньше. Вот, там, месяц поработали в пиаре, да, теперь будем дальше кофе варить. Это не работает. Работает система. Каждый день делать одно и то же. Звонить журналистам, давать комментарии, делать интервью, вот это будет работать. Система, если есть, тогда будут продажи, к вам через СМИ будут приходить. Еще, что хорошо на продажи влияет? Для дизайнеров, для тех, кто занимается, например, керамогранитом, да, как эстима керамика. Все публикации, которые у вас есть, берете, прям распечатываете, ламинируете и продажникам своим в руки даете. Когда у вас клиент сомневается в том, что вы в адеквате, вы ему говорите, смотри, вот эти публикации показывай всем, с кем ты встречаешься ради продаж. Потому что СМИ, выходы в СМИ – это доверие. СМИ у нас о ком попало не пишут. СМИ через свой фильтр пропускают, да, поэтому чем больше публикаций в СМИ, тем больше доверия. Ну, доверия к вам. Хочу оставить свои контакты. И сейчас, если есть вопросы, тоже позадавайте мне, я с удовольствием вам на них отвечу. Ну и сейчас я еще стою здесь, да, то есть если будут какие-то вопросы, которые не готовы говорить публично, да, на всех, то тоже готова с вами буду пообщаться. Спасибо всем. СМИ. СМИ.